По сообщению Роспотребнадзора по Приморскому краю, с начала года в регионе от укусов клещей пострадало 6913 человек, в том числе 1779 детей. В данном экспресс-диагностику 4933 экземпляров клещей, снятых с людей. Антигены РНК вирусу клещевого энцефалита обнаружены в 13 исследованиях. В 1113 клещах обнаружены барелии, в 61 клеще – эрлихии, в 62 клещах – аноплазмы, в 966 клещах – рикетии. За текущий период 2024 года зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 53 случая заболевания к судовым клещевым барелизом, 37 случаев клещевого рикетиоза. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют, снятых с людей клещей следует отнести на диагностику, которая поможет выявить инфицирование паразита и вовремя провести профилактическое лечение. А еще можно и нужно прививаться от клещевого энцефалита. Вакцинация против клещевого энцефалита позволяет обеспечить защиту организма от опасного вируса. Прививка необходима и для предотвращения опасных последствий заболевания, которые сопровождают человека на протяжении всей его дальнейшей жизни. Прививаетесь от клещевого энцефалита? Нет, когда-то в детстве меня родители привили, потому что жили в селе и там была обязанность нас прививать. А сейчас, к сожалению, не прививаюсь, хотя в лес люблю ходить, в парки тоже люблю ходить. Да. Насколько часто? Ну, раз в три года. Нет. Почему? Ну, не знаю. А вообще, как считаете, нужно прививаться от клещевого энцефалита? Нужно, думаю, да. Чуть-то, у меня сын, он все время прививку делает, потому что он спортом занимается, бегает, поэтому как-то ему это нужно. А мы в лес очень редко входим, поэтому, когда уже клещей нет. Я в этом году не прививался от клещевого энцефалита. Почему? Не было времени. В последнее время редко. Почему? Ну, это не получается, в лес мало хожу. А как думаете, стоит ли прививаться? Зачем? Ну, это все-таки какая-то защита. Все время прививаются, мы боимся просто, чтобы не привиться, потому что он сердечник, и я... Ну, так вот. А как вы считаете, зачем это нужно делать? Для чего? Ну, потому что у нас в парке, может быть, даже клещи. А у него сердце больное, да и я тоже нездоровая сильно-то. Но мы постоянно прививаемся. Нет. Никогда? Не знаю, не считаю нужным. Прямо так вот. А если вдруг укусит клещ, не дай бог, инзавалитный? В лес я не хожу, но в парк... Нет, не прививаюсь, ни разу не прививалась. Не прививаюсь, не... Ну, по возрасту уже, думаю. А раньше прививались? Ну, раньше, конечно. Ну, помоложе была. А как часто? Ну, как сообщат, так и иду прививаться. А теперь, видите, то то, то другое не так. А, возраст уже добивает. Вивки от цифолита, да, конечно. Сколько раз в год? Сначала делает, ну, все по схеме. Сейчас вот у меня уже была ревакцинация, так что все. Так как я очень люблю природу, очень часто выбираюсь, поэтому прививки очень-очень необходимы обязательно. Для чего? Клещи, это же самый главный наш враг, поэтому, чтобы обезопасить себя, свое здоровье, всем рекомендую обязательно делать прививки. Юлия Искуменко, Иван Петров, Данил Коровченко, Егор Бодаренко, городские новости, телеканал Лента.